Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Так уж и люди И где родился И ускор ум внубленная суть по Бози К тому месту Великую ласку маюсь К тому месту Великую ласку маюсь Хорошо Шестое DevOps ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Протягивая свою выдовескую деянность Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На рынку местским Для их Незвыклая Незвыклая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доктор о науках лекарских Субтитры создавал DimaTorzok 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 Было отшивание, что нечто не ладится У великим князстве Потребовалось и неоткладное Выконание закона И сами законы Потребовали удосконаление На своем увильне Великим князем был обран Девятигодовый же Гимонт-Аугуст Однако люди допытливые Неординарные разумели, что справа Не только в законах и верховной уладе Нечто невыказанное Вировало в нетрах человечих душ Час потребовал новых постател Новых апостолов Новых освятников И они зевились Андрей Рымша Василь Тяпинский Симон Будны Походжи не вздробные шляхты Будны, який скоро Учился в Краковском университете Идеи реформации Який стверджали ровность Усих людей Отмовляючи посрединство церквы Помеж Богом и человеком Захапили ягу Выдатно ведающих Платона, Аристотеля, Цицерона Философа Водрадженне И он был глубоко Пиракананным, что человек Может осягнуть Морального удосконаления Без допомоги церквы Симон Будны Став последовником Идеи Кальвина Позднее он сошел на больше Радикальные позиции В 1558 году Он выкладывал Протестантской школе В Вильнии А в 24-х годов У нее свежие Он выдаил Першиню на белорусской мове Катехизис Постаньем от сну Уже час обачиться До суть уже спали Кали за справа И слепцов Ни Бога не ведали Ни оборотований своим Учим яно Не ведали Нехай это был час Гневу Божьего За грехи Протку наших А хоть и жнева много Работников мало Другим был Василь Тяпинский С оправданное прозвище Амельянович Народился он на Полочине Был поплечником Сябром И однодумцем Симона Будного Кре 1580-х года Тяпинский У першиню Выдал у пероклади На белорусскую мову Евангелье Зараз она заховывается У Санкт-Петербургу Тяпинский Сподевался На обуджение Активности Миновита Простых людей Народа На реформу Системы Школьной Эдукации На гетую Справую Нават Ахверовал Свою Властную Майомость Бо хто Богобойный Не затримается На такую Кару Божию Гледящий Хто бы Не мусил Плакать Бачачи Як Великих Княжат Як Панов Значных Як Много Деток Невинных Мужоу С Жонами У таким Великим Абиратым Дастипным Бучоным Народзе Языка Свойго Славутага Знятбанне А то И просто Пагарду Уже Некаторые И письмом Сваим А найгорш Услове Божим Стыдаются А вуйны Знятбанне Не остальше Должились В 1557 В 1557 Была Проведена Земельная Реформа Устава На Волоке Яка Наделяла Кожную Семью Ковалкам Земли Каля 21 Гектара Это И была Одна Волока В 1569 Годи Люблинская Уния Объеднала Великое Князство Литовска И Польшу У федеративную Державу Льву Сапегу Тады Было 12 Год Самый знакомитый Простовник Роду Сапегу Лев Иванович Народился Увезцы Островно Под Бешенковичами Этому Роду Належили Шматликие Земли И Городы На Белоруссии Быхов Дубровна Великие Горы Друя Ляховичи И Казань Высокая Гальшаны Лепель Лоев Ружаны И Иншия Род Вел свое Походжение От Полоцких Бояр Разом Зрадзевилами И он Одыгрывал Вращающую Ролю Великим Князстве Лев Сапега От Юначего Взросту Прайшов Усе Прыступки Державной Лесвицы Писар Державной Канцеляры Под Канцлер Канцлер Виленский Воевода Гетман Великий Литовский Мел Заходнеевропейскую Эдукацию Был Блескучим Правоведом И дипломатом Разважливым Державцей От Вечным Помником Став Ему Подрихтован И Выдадзены В 1588 Годе Статут Великого Князства Литовская По якому Наша Краина Жила Два Споловую Стагодзи Споловую Споловую Девушка Девушка И Девушка По Подонула, 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 подонула. Девочка, подонула, девочка, девочка. Конец 16-го года. Лауренция Зизани выдает в Вильню буквы грамматику языка славянска, Створая полемичные творы Афанасий Филиппович Пишутся знакомитый баркулабовский летопись Сатиричный твор Промова Мелешки Казимир Семенович, гений артиллерии Упершенил в истории техники Пропануя идею шматступенчатой ракеты А тем часом, после долгих и складанных перемов 6 кастричника 1569 года в Бересте Было заключено погоднение уния Об объединении на территории Речи Посполитой Православной и Католицкой Церквы Покидалась православная обратность Але признавалась вершенство Папы Римского и Римских догматов Далейшие 300 годзи уния будет доминующей на Беларуси И она принесет супредстояние и непоразумение За ее будут отдавать свое житцо и идти на Ашафот Краина почнет делиться на православных, униятов, католиков и прихильников реформации И усюды то и те иншие християнства Будет подтримливать нехта моцны и богаты Радзивилы, Сапеги, Хаткевичи, Кишки Кальвинисты и Лютеране Астрожские, Глинские, Православные Тые, кто был ближай до короля и великого князя Вызначали католицтва Кажут, что на межистах годзил За все это бывает нечто такое Что вызначает далейший лет человечества Частей за все чекают конца света Апокалипсис, по культу, так и не пришел Однако, если поглядеть в межах одной державы То нечто подобное отбылось с нами минавито у 17-м стагодзе Минавито и оно было в изначальном нашем лесе Початком конца державности и незалежности Почалось оно с войны со Швецией 1600-629 годов И скончилось войной с той же Швецией 1700-1721 годов А помеж этими войнами Суцельная и амаль беспропынная война С московской державою Не поспела скончиться война со Швецией Як войски Речи Посполитой рушили на Москву С московского трона был скинутый Василь Шуйский А царом обещаны королевич Владислов В 1612-м годе В течение российских войск под керовництвом Кузьмы Минина и Димитрия Пожарского Вызволяет столицу своей державы от польско-белорусских войск Давалось и в Украине нелепшее становище С полночи подбираются вороги С поводня по ранейшему погражая крымское ханство Починаются скрытые, а ли все боль зауважные, селянские хваливания Сдавалось б оглядеться, да и подумать об державе Однако амбиции шляхты и магнатства Были за много ширейшими, чем межуластные краины Беспоспеховая спроба уладить на московский простол Илжедмитрия другого, так званого, Тушинского вора Поход на Москву 1617-1618 годов Яки узначали у сам королевич Владислав Великих вы никого не дали, да и не могли дать А людям просто остану, жилось у все тяжей и тяжей В этом году зима была злая Снеги великие, морозы моцные Одным людям, кому руку, кому пальцы отморозило А другим, твары, нос, уши А некоторые от морозов поумирали Но да еще морно людей От пяти до тридцати в одну яму ховали Хворых, голодных, спухлых было не злечено Жах брав бачить таки гнев божий Помирали в местах, на улицах, на дорогах, у лесах, у пустельнях, на раздорожжах, по пустых хатах, у гумнах Батька сына Сын батьку Мати деток Детки мати Мужик жен Женка мужика покинувший Разышлися По местах и по везках Один одного покидали Ничего не ведаютши Один про одного И Амалюсе Поумирали Немашка боли открывается Подамся на низ Усеть сюда казаков Няма тут не земли И хлеба И шапаны гонят безунами у римскую веру Даруйте Женка Дети Я вернусь Забуду волю для вас Для усих Ты поверю ты московским добродеям Какие листы подметные по наших везках возить Ти на тебе подейничали Песни лирника В лохманах Василь Ти добро ты подумал Добро Долго думал Казаки 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 Аки москали Одной веры знамя Гетман Хмельницкий Обец Кожному Кто пройдет на сечь Вольницу И землю От Гомеля и Могилева До Борисова Ты сам чу, как на Майдане читали его универсал Я веру Богдану Чему пальшизне сгинуть под примусом Ты клепишь за диноверцами С гонором голову скласть Василь Василь А на кого ж ты меня и малых деток покинешь А вогтишь мне моя доля не счастная А посякуть же шаблями твои рученьки А покосится ж долу твоя головонька Бог тебе судья Только ж памятай Паны свои москальские, те казацкие Завжды на обе оценки не сквапные И они помеж собой будут биться А мужиков трощать чубы Селяне, починаючи от Волошевича До Мазыра и Рэшицы И гэтаку в городах Мешчане Турове, Гомли, Лоеве Усея казачилися И поклялися один одному Стоять до опошнего Народ слуху лирников Слуху убытцам королевских листов Сбирался радио И у концы брав косу, рогатину Сякеру на долгим чаране И шел у лес Так, у 1648 годе На Беларуси и Украине Землях Рэши Посполитой Почалася казацко-селянская Война Час пыняется, коли перейти Межу монастырской брамы Тут пано и ввечность Познанне Бога И однанне зим Морша Кутейна До 1654 года Тут просовала знакомитая Друкарня Монахи начале с Эспиридоном Соболем Выдали 21 книгу На царковно-славянской Из старо-белорусской мовы В серотых буквар Першая на Белоруссии И у славянских краинах В учебная книга С такой назвою Война насовывалась Як непозбежная навала Як поводка Як безлитосная бура Як разюшенный крыгоход А детки при монастырских школах Вучили алфавит Ас есть у сему миру свет Де добро есть верующим у имя мое Же жить все есть у сему миру З зло законопорушальникам Не ведали еще в той час Кусеинские монахи Что разом с усим Друкарским обсталеванием Их полонных Вывезутся худким часе У Яверский Валдайский монастыр Под Новгород А тем часом Тры годы запор По 1651 год Казацкие загоны Спустошали белорусские земли 31 липень 1649 года Под Лоевым Отбылась самая великая битва Гэтай войны На побоевище было забито 8 тысяч казацко-селянского войска И еще 3 тысячи Потоплено в Днепры Страшное непоправное бедство Принесла Нечваная у Литве война Панов с холопами Памяты цептым Политые кривею Быховская крепость Подолля Украина и Литва Широкие полиды лесы Шматликие могилы Заховываются цептым Тихую вечную память Писал сучасник И Свет Кападей Письменник Ружковский Завойнованные городы и местечки Выпаленные везки Оголовные десятки Спляженных житцев И ненародженных немовлят Литости незведований Воден Бог Костелы рымские Спустошали Склепы с трупами Откопывали Телы померзших струнов Выкидывали Двераспранали А у тема день Не ходили Радивилу Бавруйску Руки отсек Восьмиста человекам По стенам Пятьдесят человек Посадил Напали Сто человек Невинную кровь Пролил А без Ниакого розума Одна беда Кликала другую И чаканье Не было долгим Восемнадцатом студене Тысяча шестьсот Пятьдесят четвертого года Верояславская рада Затвердила Рошение Московского собора Об долучении Украины До московской державы У маи Так уж года Русские войски Начали с Старом Алексеем Михайловичем Рушили на Смоленск Армия Василя Шараметцева На Полоцке Витебск Армия Алексея Трубяскова На Рославль И Мстислав Казаки Ивана Золотаренки На Гомель Пропойск И Старый Быхов Павали городы и вёски До лета Тысяча шестьсот Пятьдесят пятая Года Практично Вся территория Беларуси Была захоплена Скориставши Момонт Шведский король Карл Десятых Густов Так само Пачал войну Супрак Речи Посполитой И рушил З войском На Денабург Головные силы Шведов Накировалися У Польщу Продолжение следует... 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 Продолжение следует...